Доброе утро! Лето, отпуск, курортные романы. Нужны ли они? Курортные романы как огонь, могут осветить жизнь и согреть ее, а могут так обжечь, что шрамы на душе останутся навсегда. Польза или вред от курортных романов зависит от двух факторов – от обстоятельств личной жизни человека и его отношения к курортным романам. Что же такое обстоятельства личной жизни? Между быть три формы отношений. Первое – чисто сексуальные отношения, когда два человека делают друг другу хорошо в постели и не факт, что они знают, как друг друга зовут. Второе – дружеские отношения, когда двум людям хорошо не только в постели, но и помимо нее. И третье – то, что, собственно, можно назвать любовью, когда двум людям так хорошо вместе, что другие не нужны не потому, что они плохие, а потому, что тот, кто рядом с тобой – лучший. Из этих обстоятельств личной жизни вытекает польза или вред курортных романов. Если у вас отношения первых двух уровней, от курортных романов сплошная польза, так как они расширяют сферу опыта и увеличивают вероятность образования двух более высоких форм отношений – дружбы и любви. И это медицинский факт. У скольких моих клиентов самые светлые воспоминания связаны с курортными романами, и у скольких курортные романы переросли в многолетние дружеские и любовные отношения с вытекающими вторичными последствиями в виде детей, брака и семьи. Но в случае, когда между двумя людьми уже существует любовь, от курортных романов большой вред. Скрыть факт курортного романа невозможно. Чем ближе отношения между людьми, а взаимная любовь – это именно тот случай, тем лучше они чувствуют друг друга. Поэтому, если вы решили украсить торт вашей взаимной любви розочкой курортного романа, помните, что это будет не роза, а смачный плевок в лицо любимого человека, который будет чувствовать его всю жизнь, даже если не узнает, а это бывает редко.